Мистер Кларк, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от сегодняшнего мероприятия. Для меня подобные мероприятия — это всегда отличная возможность выйти на лёд с молодыми вратарями. Мне очень нравится делиться знаниями и помогать молодым голкиперам в развитии. Впечатлил ли вас кто-то сегодня особенный? И как вам работа с вратарями девушками из команды Агитель? Приходилось ли работать с девушками ранее? Не имеет значения откуда родом девушки-вратари. Россия, Швеция, США или Канада. Они могут стать такими же хорошими вратарями, как и мужчины. У этих девушек хорошие мастерства. Не секрет, что одна из причин вашей введет сюда — это Данила Тарасов. Студили вы за ним в сезоне? Как он цейте его прогрессы и в чём нужно прибавить? Конечно, у него был тяжёлый период после травмы. Это было ожидаемо, что ему потребуется время, чтобы вернуться на прежний уровень скорости. Ранее, в начале сезона, он был не очень внимателен, но это можно понять, учитывая ситуацию. Я более подробно наблюдаю за ним с конца ноября. В его игре много важных деталей, и я вижу в его игре огромный прогресс. Сегодня, наблюдая за ним на тренировке, я увидел очень взрослого вратаря, который тренируется с высокой дисциплиной и вниманием к деталям своей игры. Я работаю с Сергеем Бобровским каждый день, и одна из его сильных сторон — дисциплина в тренировках. Я вижу похожее в Даниле. Сравнили Василевского с Тарасовым? У обоих вратарей очень хороший габарит и атлетизм. Андрей также очень дисциплинирован в работе, и в этом сезоне мы со временем увидели в Тампе результаты его труда. Для молодого вратаря это одна из самых важных вещей, которые необходимо усвоить. Какая у них дисциплина каждый день, образ жизни, тренировки на льду и вне льда. В случае Даниила мы видим многое из этого в очень юном возрасте. Я думаю, у него большое будущее.